Здравствуйте! Мы с вами продолжаем и сегодня вторая часть нашего курса, которая посвящена анализу произведений изобразительного искусства, в частности живописи. В прошлый раз мы говорили в целом о понятии изобразительного искусства, говорили о различных видах искусства, в частности о том, что живопись есть вид искусства пространственный. И сегодня мы поговорим о том, каким образом мастера формируют глубину пространства во своих произведениях. Первое, на что следует обратить внимание, это то, что существуют различные признаки глубины пространства. Они подразделяются на монокулярные и бинокулярные. Монокулярные признаки – это те, которые существуют при наблюдении одним глазом, такие как близкие предметы перекрывают дальние, близкие предметы всегда больше по размеру, чем дальние. И также к монокулярным признакам глубины пространства относится и воздушная перспектива, когда дальние предметы, они находятся как бы в такой синеватой дымке. Бинокулярные признаки пространства, они основаны на том, что изображение не одинаково в двух глазах, поэтому это явление, оно становится более очевидным, когда объект находится ближе. Кроме того, передача ощущения света также помогает в построении пространства. Обычно, когда мы говорим о произведениях классического искусства, о произведениях классической живописи, мы говорим о том, что пространство в картинах передается с помощью перспективы. На представленном изображении мы можем видеть два типа перспектива, которые являются наиболее распространенными и наиболее узнаваемыми. Первое – изображение Мадонна-канцлера Ролена. Картина, которая относится к творчеству художника Яна Ванейка. И мы видим о том, что здесь существует глубина, то есть мы можем проникнуть взглядом вглубь полотна. Мы видим, что изображено на первом плане, мы видим, что изображено на втором плане, мы видим то, что изображено на заднем плане, и видим линию горизонта. Второе изображение, которое перед вами, это икона Андрея Рублева-Троица, которая, в общем и целом, написана была примерно в то же самое время, однако здесь присутствует другой тип перспективы, который был характерен и традиционен для средневековой живописи, для иконописи древнерусской и византийской. Это обратная перспектива, то есть мы не можем проникнуть взглядом вглубь этого произведения. Наоборот, вся структура композиции решена таким образом, что человек, зритель, который находится перед изображением, он становится частью этого пространства, и это имеет также идеологические основания в контексте христианского богословия и древнерусской религиозной философии. Что же такое перспектива? А перспектива – это термин, который происходит от латинского глагола «ясно видеть», «смотреть сквозь», «проникать взором», «пристально рассматривать». То есть именно под перспективой мы и понимаем ясное видение, панораму, взгляд вдаль. Но в специальном значении, когда речь идет про описание произведения изобразительного искусства, это различные способы и совокупность приемов изображения объемных форм и пространственных отношений на плоскости, в результате применения которых возникает конструкция, которая обеспечивает однородность восприятия всех элементов изображения, то есть позволяет создать целостную композицию. Перспектива – она имеет различные технические способы воплощения. В этом случае часто говорят о том, что это не только инструменты, это еще и возможность художественно преобразить пространство, потому что использование различных типов перспективных построений может отражать идеологические моменты, идеологические аспекты, как мы с вами увидели на примере средневековой традиции. Значительное количество теоретиков искусства занимались вопросами перспективы, и следует назвать хотя бы несколько фамилий. Первый автор – это Адольф фон Гильдебрандт, автор, который унес существенный вклад вообще в понимание искусства. Второй автор, которого мы с вами уже называли – это Павел Флоренский, это отечественный теоретик. И если говорить о современных авторах, то здесь также мы с вами на первом занятии упоминали имя Сергея Даниэля, который является автором прекрасного произведения, посвященного анализу картин и вообще особенностям зрительного восприятия. Так вот, теоретики искусства, которые занимались изучением этого явления, они выработали ряд ключевых понятий, которые в дальнейшем мы с вами будем использовать при описании той или иной картины. Основные понятия теории перспективы – это следующие. Первое – это точка схода, второе – это главный луч зрения, третий термин – это линия горизонта, далее – это предметная плоскость, картинная плоскость и угол зрения. Теперь мы с вами посмотрим на некоторых примерах из истории, искусства из истории живописи, какие разновидности перспективных построений существовали с древнейших времен, в данном случае это будет эпоха античности. Античные памятники традиционно рассматриваются как пример интуитивной или наблюдательной перспективы. С современной точки зрения в ней видны очевидные погрешности. Перед вами один из таких памятников – это античная фреска, которая относится к I веку. А здесь мы видим архитектурный пейзаж и вот эта так называемая интуитивная или наблюдательная перспектива. В период Средневековья преобладало двигательное отношение к изобразительному пространству. То, о чем мы с вами сказали, художник и зритель, он мыслил себя внутри воображаемого мира, перемещающимся и рассматривающим изображенные предметы с разных сторон. Для этих задач было сформировано единое пространство, которое, вопреки общему мнению, передается абсолютно правильно с точки зрения перспективы, но сама передача происходит иначе – не с помощью перспективных сокращений, а через схемы и символы, которые геометризированы. Таким образом, художники используют синтез перспективных и неперспективных методов изображения, что и нашло воплощение в различных произведениях творчества. Перед вами одна из таких композиций – это мозаика, которая была выполнена в VI веке. Это церковь Сан-Витали, которая расположена в Равенне. И если мы с вами посмотрим на данную композицию, мы видим двух персонажей – это Авель, это Мехиседек, прообразы ветхозаветные, которые были связаны с евхаристической тематикой. И здесь можно видеть хорошо о том, что предметы, они как бы даны с разных точек зрения. Поэтому таким образом человек, зритель, он находится вовлеченным в это пространство. И это значимый момент, потому что не только в произведениях, которые имеют станковый характер, то есть в картинах, в иконах, но и в произведениях монументальной живописи. Это фресковые и мозаичные ансамбли. Именно такой тип построений он сохранялся и использовался на протяжении длительного периода. Следующая разновидность, которая получает активное распространение в средневековой традиции – это обратная перспектива, которая предполагает то, что изображенные предметы представляются как бы увеличивающимися по мере удаления от зрителя, в отличие от привычной для нас перспективы, когда предметы по мере их удаления становятся все меньше. Кроме того, произведение искусства – это может быть икона или какая-то картина, которая выполнена в данной стилистике. Она имеет несколько горизонтов и несколько точек схода. При изображении в обратной перспективе предметы расширяются при их удалении от зрителя, словно центр схода линий находится не на горизонте, а внутри самого смотрящего. Следующий этап, который мы с вами называем – это эпоха Возрождения. Принято считать, что геометрическую систему центральной проекции изображения на картинную плоскость впервые разработал Филиппо Брунеллески, хотя мы знаем и несколько других трактатов, которые были созданы в более раннее время. В конце XIV столетия – это различные трактаты по оптике, так называемые, и анонимные трактаты, которые также были посвящены перспективе. Леон Батист Альберти, вдающийся мыслитель эпохи Возрождения, называл описанный способ правильным построением. В своем трактате, который называется «Три книги о живописи», Альберти подробно описывает способ построения такой перспективы, суть которого заключается в том, что неподвижную точку зрения зрителя проецируют на воображаемую картинную плоскость, то есть она как бы наподобие прозрачного стекла находится между зрителем и объектом, и это обуславливает ее особенности. Понятие «главный луч» или «центральный луч зрения», который мы назвали, – это усредненный диапазон восприятия глубины пространства человеческим глазом. Этот луч попадает в центральную точку плоскости изображения, которая является точкой исхода всех уходящих вглубь плоскостей, и луч служит исходной точкой для построения перспективы. В дальнейшем, в указанный период, появляется большое количество штудий, которые позволяют проиллюстрировать данный прием и данный способ построения. Следующая разновидность перспективных построений, которые мы знаем, – это фронтальная перспектива, когда плоскость между зрителем и объектом перпендикулярна главному лучу зрения. Передний план в классической итальянской перспективе изображали без сокращения горизонтальных линий. То есть это вот та самая фронтальная перспектива, которая является одной из каноничных, то есть утвержденных для своего времени разновидности перспективы линейной. И на представленных изображениях можно видеть примеры такого рода построения. Следующая перспектива, которая также получает распространение в данный период – это перспектива наблюдательная. Та перспектива, которая устанавливается методами прямого наблюдения над ближними и дальними объектами. И на представленных произведениях мы можем видеть также примеры именно такого восприятия пространства и именно такую передачу трехмерного предмета и трехмерного объема на двухмерной плоскости на картины или стены. Существует ряд правил перспектива, которые необходимо знать, потому что именно они позволяют анализировать произведения живописи. Таких правил несколько, назовем их. Во-первых, кажущееся уменьшение предметов по мере их удаления от нас – это основа, которую я назвала. Во-вторых, в рамках перспективы, о которой мы говорим, горизонтальные и параллельные линии имеют одну точку схода, которая находится на линии горизонта или на уровне глаза. И все вертикальные направления в изображении выглядят вертикально, причем не обязательно речь идет о периоде Возрождения, даже если это какой-то индустриальный пейзаж с заводскими трубами, столбами, то они тоже все выглядят именно вертикально. Кроме названной разновидности существует и еще один подвид – это световая перспектива, когда близкие предметы мы видим более ясно и отчетливо, чем далекие. Художники эпохи Возрождения использовали это наблюдение для того, чтобы создать иллюзию глубины, постепенно ослабляя моделировку более удаленных предметов и смягчая силу освещения от переднего плана в глубину. А кроме того, иллюзия глубины пространства может быть подчеркнута соотношением тонов, так называемая тональная перспектива, однако мы скажем об этом далее, когда речь пойдет о анализе колорита картины. Следующая особенность, которая связана с достижением мастеров эпохи Возрождения с точки зрения перспективы – это так называемая воздушная перспектива. Глаз воспринимает пылинки в воздухе, поэтому чем дальше от нас предметы, то есть чем гуще слой пылинок, тем глубее кажется воздух и окутанные им предметы. И основываясь на этом наблюдении, художники, начиная с эпохи Возрождения, выработали особое деление пространства на три плана при изображении пейзажа. Поэтому, когда речь идет об анализе картины, конечно, желательно использовать именно эту терминологию, то есть расположение по планам. Перед вами характерный пример такого рода построения. Это одна из картин Леонардо да Винчи, которая изображает Мадонну с младенцем и со святой Анной, то есть со своей матерью. Можно сказать, что именно Леонардо да Винчи, он является теоретиком, который глубоко обосновал и описал названный прием. Он говорил о том, что существует другая перспектива, которую он называет воздушной, ибо вследствие изменения воздуха можно распознать разные расстояния до различных зданий, ограниченных снизу одной единственной линией. Ну и далее он раскрывает вот те качества, о которых мы сказали, про изменения в зависимости от расстояния, вот восприятия предмета. Таким образом, вот эти вот разновидности перспектива, которые на данный момент являются наиболее изученными и наиболее используемыми, они все так или иначе связаны с эпохой Возрождения. Данная эпоха, она оставила и ряд более сложных разновидностей композиционного построения с точки зрения именно перспектива. Это перспектива с тремя и более точками схода. Это делалось, например, для того, чтобы подчеркнуть значимость персонажей, как бы не разделять их планами, а наоборот дать в более тесном контакте с точки зрения восприятия зрителя. Примером таких работ являются композиции Рафаэля, в частности, произведение «Афинская школа», которое находится перед вами на слайде. Сразу оговоримся, что существуют и более интересные разновидности перспективных построений, которые могли быть разработаны, например, в период русского авангарда, в начале 20-го столетия. Речь идет, в частности, о сферической перспективе. Одним из авторов-теоретиков, которые разрабатывали ее, был русский художник, русский авангардист Кузьма Петров-Вудкин. Но такие вот более сложные моменты, они чаще всего находятся за рамки учебного курса, поэтому здесь мы с вами будем ограничиваться вот теми разновидностями, которые назвали за сегодняшнее занятие. Я благодарю вас за внимание.